Здравствуйте! Этот урок будет посвящен работе в тональности ми минор. В прошлый раз мы работали в ре миноре, а сейчас мы будем работать в ми миноре. В ми миноре, как видите, приключил у нас один знак, один диез. Если мы забыли, какой у нас знак в ми миноре, мы можем, во-первых, воспользоваться строением минорной гаммы и построить ее от звука ми. Структура у нее такая – тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон. Если нам нужно тон от ми построить, мы строим ми фа, берем, видим, что это не тон, это полутон, и нам нужно поэтому взять фа диез. Вот у нас первый знак возник. Дальше полутон нам нужен, так и есть, тон, отлично, тон, полутон, все прекрасно, тон, тон, и все, у нас закончилось. То есть у нас появился один знак, фа диез, по структуре минорной гаммы. Тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон. Второй способ узнавания знака в ми миноре – это нахождение его параллельной тональности. Параллельный мажор находится на малую терцию выше минора. Вот у нас ми. Строим от него малую терцию вверх, терция через нотку, одна черника – это есть малая терция, значит, соль мажор. А в соль мажоре, может быть, вы лучше помните, что там фа диез. Значит, ми миноре тоже фа диез. Так, хорошо. Теперь у нас есть три вида минора. Первый вид минора называется натуральный, там ничего не происходит. Давайте его споем. Ми фа диез, соль ля си до рэ ми. Если вам высоко, вы можете верхний титрахорд переносить на октаву вниз. Ми фа диез, соль ля си до рэ ми. Ну, если нормально, то пойте так. И вниз. Эти стрелочки обозначают разрешение неустойчивых ступеней в устойчивую. Устойчивые, не закрашенные. Первая, третья, пятая. Неустойчивые, закрашенные. Вторая в первую, четвертая в третью разрешается. Шестая в пятую, седьмая в первую. Тут стрелочка немножко у меня пунктирная, потому что седьмая в натуральном миноре отстоит от первой на интервал большая секунда, целый тон. И она не очень туда тяготеет. Поэтому у нас возникает второй вид минора, гармонический, в котором эта седьмая ступень приближается к первой путем ее повышения с помощью диеза. Мы повышаем седьмую ступень, и она больше тяготеет в первую. Давайте споем второй вид минора, гармонический, который звучит немного восточно. Ми, фа, ди, соль, ля, си, до, ри, ди, сми. Вот мы обострелили текотение седьмой в первую и вниз. Ми, ри, ди, си, ля, соль, фа, ди, сми. Восточная музыка. Нужно обратить внимание на чистое пение вот этого верхнего тетрахорда. Хорошо. Теперь давайте мелодический вид посмотрим. Это третий вид минора, мелодический. И при движении вверх у нас повышается не только седьмая, но и шестая, чтобы избежать увеличенной секунды. До, ре, ди, си, это увеличенная секунда. Вот до, ре большая была, черненькая есть. А до, ре, ди, си, это еще больше, чем большая, это увеличенная. И она дает нам вот этот восточный оттенок, нам она не нужна, мы ее избегаем в мелодиях, как правило. Поэтому мы повышаем еще и шестую ступень, получается мелодический минор. Ми, фа, ди, соль, а, си, до, ди, си, ри, ди, сми. А при движении вниз нам уже это не нужно все, потому что если мы сохраним знаки, у нас будет очень мажорно звучать и неестественно. Поэтому мы их отменяем с помощью бекаров. И, ри, бекар, до, бекар, си, ля, соль, фа, ди, сми. И звучит у нас мелодический минор вниз, как натуральный. Так, вот три вида минора, которые вам нужно петь. Теперь еще споем разрешалочку, то есть какие неустойчивые ступени куда разрешаются. Видите по стрелочкам? Все вниз, кроме седьмой, седьмая и вверх. Фа, ди, сми, ля, соль, до, си, ри, ди, сми. Ну и вам может педагог сказать, спой, пожалуйста. А, ну давайте ступени попозже немножко, сейчас опивание я вам еще расскажу, потом поработаем немножко в этой гамме. Итак, дальше мы с вами делаем опивание устойчивых ступеней. То есть окружение устойчивой ступени близлежащими неустойчивыми. Вот первая устойчивая ступень, самая главная, это тоника, нотка ми. Что ниже ми? Ре, ди, с. Опять же делаем опивание в гармоническом виде, чтобы было острое тяготение седьмой в первую. Ниже ми, ради, выше фа, ди, с. И вот таким образом опиваем. Если вам говорят, опой, пожалуйста, первую ступень снизу вверх. Что вы делаете? Ре, ди, с, фа, ди, с, ми. Опиваемая ступень возникает в конце. С. Сначала то, что ниже, если снизу вверх, потом то, что выше, а потом ми. Ре, ди, с, фа, ди, с, ми. А теперь сверху вниз. Фа, ди, с, рэ, ди, с, ми. Хорошо. Опиваем третью ступень точно таким же образом. Ниже соль, фа, выше ля. Сверху вниз. Ми, с, фа, ди, с, ля, соль. И сверху вниз. Ля, фа, ди, с, соль. И опиваем пятую ступень. Ми, с, си, си, вот она. Снизу вверх. Ля, до, си. Сверху вниз. До, ля, си. Вот наше отпевание. И остались водные звуки. Водные звуки вводят в тоник. У тоника первая главная ступень любой тональности. Это нота ми в данном случае. Нижний водный звук. То, что ниже ми. То, что вводит в ми снизу. Ре, ди, с, ми. А вторая ступень. То, что вводит в ми сверху. Фа, ди, с, ми. Хорошо. Ну, теперь осталось нам с вами поработать. Давайте-ка споем первую ступень. Ми. Четвертую. Ми, соль, ля, ля. Разрешим. Соль. Пятое. Ми, с, си, си. Опевание пятое сверху вниз. До, ля, си. Нижний водный звук. Седьмая ступень. Ре, ди, с, разрешили ми. Вот так вот можно работать с тональности. Потом вам могут сыграть ступени. Например, что я играю? Ми, си, до, ля, си. Опевание получилось. Фа, ди, с. Ми, си, ми. Вот, послушали немножко ступени. И устойчивые интервалы еще в ми миноре мы с вами проходим. Это интервалы, которые включают в себя только устойчивые звуки. Устойчивые звуки, устойчивые ступени, это первая, третья и пятая. И они все у нас включены в трезвучие. Трезвучие состоит из трех звуков. И все устойчивые ступени расположены по терциям. Ми, с, си. Как нам найти чистенько первый интервал? Мы берем начало тонического трезвучия. Первых два звука. Ми, с, си. И получилась малая терция, маленький комочек к снеговичке минорным. Дальше мы его обращаем, переворачиваем. С, с, ми. И получается большая секста. Малая терция обращается в большую сексту. Вот у нас два устойчивых интервала уже найдены. Теперь вторая пара устойчивых интервалов. Конец трезвучия и его обращение. Ми, с, си. Большая терция. Обращаем си, соль. Малая секста. И последний устойчивый интервал. Крайние звуки трезвучия. Нижний и верхний. Ми, с, си. Чистая квинта. Обращаем си, ми. Чистая кварта. И на каждой ступени я вам написала все устойчивые интервалы, включая прямую октаву. Прима. Ми, ми. На первой ступени. Терция малая. Ми, с, соль. Квинта чистая. Ми, си. Октава чистая. Ми, ми. Четыре интервала на первой ступени устойчивых. Дальше на третий. Соль, соль. Чистая прима. Соль, си. Большая терция. Соль, ми. Большая секста. Соль, соль. Ну, высокого-то, конечно, да? Соль, соль. Можно спеть еще. Но если не получается, то не поете. Так. И на пятой ступени. Прима чистая. Си, си. Чистая кварта. Си, ми. Чистая... Большая секста. Простите. Малая секста. Си, соль. Чистая октава. Си, си. Ну вот мы с вами и выучили ми минор. Желаю вам удачи. Си, си. 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 Си.